Всем привет, я Елена Руденко и в этом видео я вам покажу одну из самых узнаваемых достопримечательностей Черногории – Мост Джорджевича через реку Тара. С моста Джорджевича открывается один из самых красивых видов на горную Черногорию. Где-то далеко внизу, извиваясь причудливой змейкой течет могучая река Тара. По ней проплывают немногочисленные рафты с туристами. Вокруг красивейшие, поросшие древним лесом горы. От потрясающих видов кружится голова и немножечко хочется творить всякие безумства. Эффектное селфи – это здорово, но вовсе не обязательно ради него становиться на перила моста. Они совсем узкие и неровные, малейшие пары ветра и все может закончиться фатально. Местные рассказывали, что иногда туристы в попытке сделать красивое фото срывались в перил и разбивались насмерть. Рядом с мостом есть несколько неплохих кафешек с красивым видом. Здесь даже можно поселиться в небольшом отеле или устроиться с палатками в кемпинге. Также у моста продаются билеты на рафтинг. Стоят мощные джипы с рафтами на крыше. В отличие от экскурсионного варианта. Тут можно проплыть прямо под мостом. Размер, высота и другие особенности моста. Мост железобетонный, арочный. На момент постройки он был самым большим в Европе. Высота моста всего 172 метра, но визуально кажется, что намного больше. Длина моста 365 метров. Он состоит из пяти пролетов. Самая большая арка 116 метров. Мост непрямой, слегка выгнут дугой. Этот эффект можно использовать для красивого фото. Также учтите, что пешеходные дорожки на мосту очень узкие, буквально 10 сантиметров шириной. Приходится ходить прямо по автомобильной дороге. Машин обычно не очень много, так что это не сильно мешает. Вдоль моста через каньон организованы два зиплайна, тарзанки. Та, что справа, стоит 20 евро с человека. Она немного интереснее, виды красивее, полет чуть-чуть продолжительнее. У этой тарзанки есть сертификаты надежности. Слева есть более бюджетный вариант. Надо перейти через мост. Цена уже 10 евро, но кататься не так интересно и пейзажи похуже, и полет слишком быстро заканчивается. Если вы в Черногорию впервые и в других странах не пробовали арендовать авто, лучше посетить мост с групповой или индивидуальной экскурсией. Все уже спланировано за вас, не надо ни о чем волноваться. А вот опытным путешественникам лучше самостоятельно все спланировать и отправиться на машине. Вот один из примеров маршрута, нанесенный на карту. Есть две популярные групповые экскурсии, в которые входит посещение моста Джорджевича. Каньоны в Черногории, 40 евро с человека и Гранд Каньоны Черногории, 65 евро с человека. Аренда авто отличная альтернатива экскурсиям. Если хорошо вводите машину, не боитесь серпантинов и готовы взять на себя ответственность за планирование маршрута, получится даже интереснее. Но учитывайте, что дороги в Черногории сложные. Водителю будет некогда смотреть по сторонам. Большую часть природных красот он, к сожалению, пропускает. В идеале, если у вас в компании два человека с правами, тогда они смогут меняться. Минимальное расстояние из Будвы до моста Джорджевича 203 километра. Это примерно три с половиной часа. Более интересный маршрут с посещением достопримечательности занимает 225 километров или 7-8 часов с учетом остановок на обед и времени на фото. Чем знаменит мост Джорджевича? Мост Джорджевича строился с 1937 по 1940 год. Самый большой на тот момент автомобильный арочный мост Европы был построен всего за три года, но ценой невероятных жертв. Погибли десятки строителей. Спроектировал мост Мия Троянович. Участие в строительстве принимали Исаак Руссо и Лазарь Яукович, чья героическая и трагическая судьба навсегда переплелась с историей моста. Практически сразу после окончания строительства разразилась Вторая мировая война. Эти земли были захвачены итальянскими фашистами. Мост использовался для переброски через каньон, войск, автомобили и тяжелой бронетехники. Партизанское движение на территории Черногории было очень сильным. Местные отлично знали тайные горные тропы, умели скрываться и жить в горах. Даже несмотря на плохое вооружение и небольшую численность партизанских отрядов, сопротивление было нешуточным. Так в 1942 году было решено разрушить мост. К операции привлекли и Лазаря Яуковича. Именно он предложил не взрывать мост полностью, а аккуратно разрушить только самую большую арку. Так, чтобы после окончания войны мост можно было восстановить. Ночью сопротивлению удалось установить заряды и подорвать мост. Благодаря точному инженерному расчету разрушился только средний пролет. Естественно, фашистам это не понравилось. Инженера искали, нашли и расстреляли прямо на мосту. Сейчас в тех местах ему установили памятник. Почему же тогда мост Джорджевича? Так звали хозяина ближайшей фермы. История не сохранила никаких сведений о нем. Кто-то говорит, что этот человек давал работу жителям окрестных деревень, другие утверждают, что все гораздо проще. По мосту было удобно ходить на одну конкретную ферму. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Если вы еще не подписаны на мой YouTube канал Ангел 50 на 50 Демон, то обязательно подпишитесь. Жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Все мои видео можно репостить в соцсети и встраивать на сайты и форумы. И не забывайте писать комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok